Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня у нас будет опять тройной обзорчик на таких персонажей, как Джейсон Вурхис Неостановимый, Рейден Бог Грома и Тремор Афтершок. С кого начнем? Давайте начнем с самого слабого персонажа. Это Рейден Бог Грома. У него самая малоинтересная команда. Собственно, Кенши Старший Бог, Рейден Бог Грома и Сайрекс Триборг. Вот так я решил составить. Итак, давайте сначала пройдемся по самому Рейдену. Во-первых, значит, пассивка Рейдена. При смене на Рейдена противника поражает молния, отнимает 20% его текущего здоровья. Мне казалось, что было 10 или 15. Почему 20? Странная тема. Ну, возможно, я просто плохо запомнил. Собственно, карта поддержки у него вкачана все, кроме здоровья, поэтому здоровья очень мало, всего 109 тысяч. Но я хотел взять его родную шляпу, поэтому пришлось чем-то жертвовать. Теперь насчет спецприемов. Электрополет никакого эффекта не наносит, просто обычный урон. Руки Бога у нас получается. Высокий урон и истощение силы. И третий спецприем, он же рентген. Шоковая терапия дает повышенное накопление силы Рейдену. Теперь насчет снаряжения. Снаряжение решил выбрать такое. Во-первых, так как это обзор все-таки на персонажа и, как бы, хотелось бы использовать его родную снарягу, поэтому шляпа ветров. 45% бонуса к стойкости. 20% увеличения урона атак рентгеном либо фатального удара. И, что самое главное, 20% бонуса к заряду силы. Также для блокбрейкера у нас бездонный суд с кровью. 35% вероятности превращения сных атак в неблокируемые. 50% вероятности наложить кровотечение при выполнении завершающих комбо ударов. Ну и для критов увеличение силы, плюс дополнительные шкалы силы. Одна шкала от начальной силы дает молот гнева. 20% бонуса к атаке и 30% повышение шанса крит удара. Теперь насчет команды. Усиляет нашего Рейдена Триборг, Сайрекс, потому что критический урон всех персонажей в вашем отряде увеличен на 50%. И, соответственно, Кенши, старший бог. Старшие боги в отряде получают неуязвимость критическим ударом и плюс 20% к шансу нанести критический удар. Собственно, вот как-то так. Давайте начинать. Первым у нас стоит Кенши, потому что мы должны реализовать пассивку бога Грома Рейдена. Это важно. На нем стоит источник жизни плейса для истощения активного противника. И, да, и первый же мой противник это Люкан Алмазный, поэтому здесь даже будет плохо ставить старшего бога Кенши на первый слот. Но начнем, я думаю, сразу с вами Сайрекса, да, чтобы реализовать все-таки пассивку бога Грома. Поэтому поехали. Первая битва. Я надеюсь, я смогу затащить за бога Грома 5 боев. Ну или хотя бы хоть сколько-то. Главное, сейчас на первом не отклеится, а то будет вообще не очень, потому что перс такой, знаете, не самый сильный, скажем так. Я бы даже сказал, один из самых слабых персов испытаний. Ну, из-за того, что он был одним из первых вышедших персонажей испытаний. Ну, я надеюсь, что хотя бы пару игр мы сможем затащить. Нам повезло, что здесь у нас Люкан не десятого слияния, поэтому есть возможности его победить как-то. Тем более у нас есть криты, увеличенный шанс на эти криты. Так, я не хочу использовать против него второй спецприем. Это слишком жирно, как по мне. Ну, смотрите, 89 тысяч урона от... Так, мне нужно сейчас убрать Рейдена, чтобы он не ломал на ему снаряжение. Желательно, конечно, истощить Таню. Понимаю, что в блок идет удар. Но, типа, ничего страшного. Теперь выбираем Рейдена. И пытаемся снова первым спецприемом, собственно, зашотать противника. Отлично получилось. Хоть в этот раз крита особо не было. Блин, как же больно. Это же просто жопа какая-то. Вы видели, сколько там дэмэджа прошло победному Рейдуну? Проигрывать я не хочу, поэтому, естественно, буду поигрывать из-за других персонажей. Ну, здесь, как бы, изи-бризи, ничего сложного. Вот минус Рейдена в том, что, по сути, у него очень низкий показатель здоровья. Можно, конечно, взять, было ему револьвер и какой-нибудь, типа, руку терминатора, либо какой-нибудь другой тринкет, который дает нашему Рейдуну, как сказать, дополнительный бонус к здоровью. Но тогда бы очень сильно страдала атака без молота гнева. Я бы не смог столько дэмэджа вносить по противнику. Второй бой у нас с Айрекс, ударной группы Джонни Кейдж и Смоук Триборги. Блин, я забыл... Я забыл поменять Кенши на первый слот и активировать пассивку этого источника жизни Блейза. Ну, ладно, придется так тащить, в принципе, ничего не поделаешь. Я надеюсь, правда, что у Смоука нету в начале шкалы силы, то есть на нем не стоит ни молот гнева, ни кровавый тамагавк, либо еще какая-нибудь гадость типа посоха, но нет, оно стоит. Давайте постараемся сейчас заблокировать. Серьезно, ты не хочешь использовать первый спецприем? Это очень странно. Обычно Триборги они всегда за только использование. Блин, никак не дают мне накопить на второй спецприем. Вот здесь, кстати, проблема в том, что... Он может сейчас использовать источение силы. О, мы можем... Наконец-то у меня получилось накопить на второй спецприем, и сейчас я смогу еще и стащить Джонни Кейджа. Но, правда, это не очень мне помогло, как бы. Но я смогу сейчас нести еще неплохой урон по самому Джонни Кейджа. Так, меняемся, чтобы не добили нашего Рейдена. Затем добиваем их Джонни Кейджа. На нас пользуется Айрекс первый спецприем. Предлагаю ответить ему тем же. У нас-то побольнее будет первый спецприем, наверное. Какого хрена? Почему сработал костяной щит от пассивки Рейдена? Это очень странно. Ну ладно. Так, здесь придется использовать первый спецприем. Будем надеяться, что не сработает у противника бессмертие. О, повезло. Так, давайте отменим завершающие комбоудары. Попробуем добить противника через первую спецуху. Да, отлично получилось. Хм, изи-бризи-изи-вин. Ну, как сказать изи. Не совсем изи. Все-таки за Рейден, как вот персонаж, мне вообще не очень нравится. Он, как бы... У него очень маленькая выживаемость. У него не так, чтобы прям до хрена урона. Только вот с такой сборкой у него получается еще более-менее такой, знаете, терпимый урон. То есть, он может там шотнуть противника при определенном стечении обстоятельств, используя второй спецприем. Либо с помощью первого спецприема нанести там по 80-90 тысяч урона. Но, опять же, это ситуативно. Я забыл опять поставить Кенши на первый слот. Зачем я ставил на него только источник жизни Блейза, непонятно. Надо будет не забыть это сделать в следующий раз. Тем более, здесь гребаный Шаукан, который имеет рентген-атаку в самом начале матча. И что мне сейчас делать с этим рентгеном? Чисто принимать его на себя, разве что? Так, появляется Рейден, сносит Шаукану определенный запас здоровья. И самое что обидное, я не могу сейчас использовать против него спецприемом. Точнее могу, но это будет неэффективно. А вот сейчас могу уже его истощить. Нифига себе, урона, кстати, нормально проходит. Бедный Шаукан. Блокируем от Гора первый спецприем. Так, подкидываем. Надеемся, что он не будет сейчас использовать свой первый. И попытаемся его шотнуть сами первым спецприемом. Не получилось, что-то пошло не так. Блин, заблокировал Гора мой первый спецприем от Кенши. Не смогу я получить дополнительную шкалу силы. Пошел рентген, ну естественно. Как же без этого? Еще и ослепление на меня наложил, надо меняться. Не надо сражаться за Кенши, иначе можем его потерять и еще и проиграть битву. 42 тысячи урона не так, чтобы нормально. А, да еще и рентгеном наносит ослепление на всех, что ли? Вот это, кстати, неожиданная тема. Да ты задрала. О, вернулся противнику урон. И мы добиваем ее с завершающего комбоудара. У нас повезло. Сработал то ли смертельный, то ли критический шанс на удар. Нормально, пойдет. Так, теперь надо не забыть поставить Кенши на первый слот, чтобы он истощал противника в начале матча. А то мне уже надоело, что у них сила в начале матча. Но в этот раз, по-моему, силы нет. Это всего лишь Сайрекс Триб... Ой, Саб-Зиро Триборг. И судя по его количеству атаки, он на нем не стоит молота гнева. Но на нем может стоять Кравовый Томагав, который тоже дает шкалу силы. Поэтому да. Чем больше у противника здоровья, тем больше ему снимает Рейден пассивкой здоровья. Потому что он отнимает 20% от нынешнего здоровья противника. Поэтому лучше реализовывать Рейдена как можно раньше. Давайте постараемся, понадеемся на критический удар от первого спецприема. Может быть, завалим. Ну да, Крит сработал, но при этом сработал и Костяной щит. Ой, господи, еще и первый спецприем сейчас прилетит по нашему бедному парнише. Так, добиваем первого противника. Ой, чуть ли я блок отпустил. Ошибка. Не надо было отпускать блок. Да что ж такое-то, задрал уже Кенши. Вот смотрите, если мы сейчас видим, 20% отнялось от нынешнего здоровья Кенши Старшего Бога. На него криты не работают, поэтому мы его не добиваем через первый спецприем. Как же противник увезет, вы просто посмотрите. Придется бить в блок, а нет, смотрите-ка, попал вне блока, отлично. Есть шанс заваншотать. Отлично, красота. Заваншотали с вами этого Джонни Кейджа и можно теперь добить просто Кенши. Нормально, пойдет. Ну такой, знаете, очень ситуативный персонаж, чисто как поддержка. То есть, как основной дамагер он не подходит. Он чисто, знаете, подсирать в конце матча или в середине его выйти, там, снять здоровье, дать второй спецприем и убежать в мучениях. Последняя битва против трех алмазов десятого слияния, действительно, почему бы нет, но есть небольшой плюс. На них нету снаряжения, кроме как на Гора. Возможно, Гора стоит молот гнева. Нам надо бы сейчас, знаете, что сделать? Нам надо поменяться будет на Рейдена и затем провести несколько завершающих комбо ударов против Гора, чтобы на него наложить метку смерти. Тогда ни он не воскреснет через свою пассивку, ни Скорпион спецназа не сможет его воскресить. Но, опять же, это зависит от удачи. Так как шанс наложения метки смерти даже при полной прокачке всего 15%, есть, конечно, Нубсайбот, который 100% дает метку смерти, либо близкая к 100%, если у противника сопротивление. Но, это такая, знаете, штука очень вариативная. Так, пытаемся наложить метку смерти на Гора, пока не особо получается. Блин, не получилось мне наложить метку смерти на Гору, он воскреснет, скорее всего. Используем второй спецприем на Скорпиона и пытаемся его добить чисто с ваншота, не получилось. Но мы хотя бы его истощили, теперь он не будет использовать свое, это... Первый спецприем, добиваем первого противника, пытаемся добить Гора. Но сейчас Гора воскреснет, потому что я не успею добить Кончи за нужное время, тем более у него отражение спецприемов есть из-за черепков. Вот воскрешается у нас противника Гора, и мы пытаемся добить с вами Горыча. Надеюсь, он не успеет использовать первый спецприем. Хорошо, что Куан-Чи использовал сам первый спецприем, для нас это плюс. Но вот минус в том, что он может добить сейчас нашего бедного Рейдена. Да, я таки думал, что это произойдет. Он еще и отхиливается, блин, зараза такой, через свою пассивку. Придется бить в блок, бить в шарики его, получать урон. Но при этом мы будем наносить ему урон также. Ну и сможем его добить. Я планировал накопить рентген Рейдену и использовать рентген, но что-то пошло не так. У меня не сработали ни разу щиты. Ни костяной щит, ни учение шинока. Или как там он называется, в общем-то, ничего не сработало, поэтому как-то так. Это у нас был обзор на первого персонажа. Собственно, бог Грома Рейдена. Давайте приступать, собственно, к следующему. О самом боге Грома Рейдена не особо как-то охота разговаривать, потому что, ну, это достаточно средненький такой персонажик. Давайте перейдем лучше к более приятным матчам. Давайте Джейсона посмотрим. Джейсона я сделал офигенную сборку. Сейчас вы, собственно, увидите все. Это мне очень нравится эта сборка. Она прям супер-мега-классная. Ну, конечно же, Соня Блейд Комбат Кап. Ну, как же без нее? Собственно, ну и давайте я вам покажу, что я поставил на Джейсона Вурхиза. Во-первых, пассивка Джейсона. Даже побежденный Джейсон поднимается вновь с увеличившимся уроном и плюс одним очком силы. Первое. Беги. Спецприем дает силу, то есть увеличивает, по-моему, урона Джейсона. Это его атак. Пробуждение. Второй спецприем. Она кастует на Джейсона лечение. И третий спецприем накладывает на противника кровотечение. Собственно, здесь у него все вкачано, поддержки на фул. Поэтому максимальные характеристики, все дела. Теперь насчет снаряжения. Во-первых, револьверы. Ну, это пробой блока, соответственно. 45% вероятности превращения основных атак в неблокируемые. И 25% повышения шанса крит удара. Также хоккейная маска. 35% максимального бонуса к здоровью. Это родное снаряжение Джейсона Урхиза. 50% сопротивления всем отрицательным эффектам для Джейсона Урхиза. И 25% вероятности отразить основную атаку 100% при блокировании. То есть спецприемы можно блокировать и тем самым отражать от них урон. И самое интересное, это коллекция трофеев. По-моему, из кошмарной башни снаряжения. 100% сопротивления эффекту кровотечения. То есть кровоток невозможно уложить на Джейсона. И самое интересное, для Джейсона Урхиза, именно вот у этой снаряги, после поражения Джейсон воскрешается. То есть он будет у нас воскрешаться минимум 2 раза. И получает эффект усиления и 1 очко силы. Прикиньте, если бы был еще ходячий мертвец у меня, но у меня его нету из башни... Как он называется? Это башня? Ужаса. Башня ужаса, да. Я бы смог еще поставить на него живого мертвеца, и Джейсон бы воскресал 3 раза. И, собственно, насчет персонажей поддержки. Во-первых, это, соответственно, шинок мстительный. Он повышает шанс критического удара на 20% для всех союзников из преисподней. И еще кое-какой интересный персонаж. Это возрождает погибшего члена отряда с 25% здоровья 1 раз за бой. Это Куан-Чи, чернокнижник. И прикол этой команды в том, что Джейсон будет воскрешаться минимум 3 раза. То есть, его будет убить противнику крайне сложно. Но, возможно, атаки не очень много из-за того, что не получилось взять одновременно молот гнева и пробой блока, соответственно, потому что нужно взять вот эту вот коллекцию трофеев для дополнительного воскрешения. Поэтому пришлось брать револьверы. Но хотя бы у нас будет 65% к критическому удару, что неплохо. Вообще, на самом деле, лучше было бы взять, наверное... Хотя, не, маска тоже клевая. Маска клевая. Можно было еще просто взять шлем Шаукана. Но, а так, в принципе, мало вариаций среди персонажей преисподней для Джейсона. Поэтому будем играть вот такой вот сборочкой. Здесь минус в том, что нету абсолютно никакого истощения у наших персонажей в начале боя. Потому что каждому нужно и пробой блока поставить, а куанчи и шиноки, они зависят... Ну, не зависят. Не обязательно, конечно, ставить им родное снаряжение, но все-таки желательно. Как бы родное снаряжение, оно является у обоих этих персонажей третьим предметом. Естественно, это не дает поставить, как сказать, источник жизни Блейза. А мечи я не могу поставить, потому что на атакующем оружии у них стоит пробой блока. Но поэтому придется, если что, танковать спецприемы противника. Ведь у него есть первый спецприем. Но ничего страшного, я думаю. Поэтому просто будем пушить противника. Так, что-то не пробивается блок, что-то вначале пробивался, а потом что-то перестал. Давайте мы используем второй спецприем, чтобы активировать себе лечение на будущее. Заодно изобьем одного из противников. Джейд будет уворачиваться, но... Во-первых, у нее не очень высокое слияние, поэтому для нее это не так круто будет. Накладывает на меня запрет смены, но... Как бы... Урона почти нет у нее. Тем более у меня еще хилл перебивает ее урон. Сопротивление к ловушке серьезное. То есть это даже так работает. Хотелось бы, конечно, смениться, чтобы сейчас не выключила у меня из боя... Соня Блейд Джейсона, но ничего не поделаешь. Давайте отыгрываем тогда с двух оставшихся персонажей. Камбим, камбим за Куэн Чи. Если правильно, так сказать, играть за него, то можно вот такие вот комбинации устраивать через спецприемы и прочую шляпу. Добиваем, собственно, Джейд МК-11 и у нас победа. Не удалось, конечно, показать воскрешение Джейсона, но я думаю, еще будет время. Но, с другой стороны, даже если Джейсон не будет умирать, это будет только нам на руку. Сами понимаете. Следующий противник Темный Рейден, Серая Рютакеда и Джеки Брикс костюм. Кстати, Темный Рейден это достаточно неплохо, потому что... Если бы у меня был источник жизни Блейза или... Опустошитель, то я бы просто давал ему силу и восстанавливал ему здоровье. А так, у Рейдена не будет никаких плюсов. Плюс я вижу, что у него не стоит Молот Гнева. Максимум, если у него будет сейчас в начале боя сила, то это значит, что на нем стоит Кровавый Томагавк. Но я сомневаюсь в этом. Редко кто ставит на Рейдена Кровавый Томагавк, потому что ему нужен пробой блока, а сосуд крови Скарлетт мало кто использует. Хотя, с другой стороны, Рейден не так, чтобы он необходим, этот пробой блока. Длительный урон дает здоровье, пассивка Рейдена. Чуть я не могу пробить его блока, а вот получилось. Давайте мы для разнообразия используем первый спецприем. Заодно активируем себе силу. Нифига себе, я просто зашотал бедного Рейдена. Не ожидал, кстати, вот этого. Такеда может отразить мой спецприем. Это, конечно, неприятно. Точнее, не спецприем, а вот атаку, вот таким образом. Но, типа, не смертельно. Попытаемся использовать второй спецприем, но он его заблокирует. Но, может быть, я пробью его через блок. Не, немножко не хватило мне урона. Сейчас он использует первый спецприем. Ой, я отжал блок в самый неподходящий момент, но ничего страшного. У меня костяной щит. Ты уж извини, два раза подряд костяной щит у меня активизировался. Нормальная тема. У нас отхил идет, поэтому нам пофигу. Да-да, бей меня, и у меня бесконечность воскрешений. Опять костяной щит уже третий раз подряд. Забавная тема. Пытаемся забить атакеду до конца. Как ты меня задолбал. Давайте я все-таки использую второй спецприем. Может быть, у противника не сработает никаких щитов, и я его добью, да. Заодно активирую себе снова лечение. Я просто неубиваемый. Меня даже не могут убить один раз, не говоря уже там о чем-то более серьезном. Давайте я первый спецприем использую. Да, я в блок его использую. Но мне главное получить эффект силы на Джейсоне, чтобы наносить урон по противнику. Лечение мне пока не нужно. У меня полное здоровье, и плюс активен уже эффект лечения, поэтому... Опять я в блок, конечно, ударяю. Минус то, что я не могу... Джейсон, точнее, не может после завершающих комбо ударов попадать противнику вне блока. Поэтому приходится немножко страдать в этом плане. Но это было изи. То есть, вы посмотрите. Они просто не могут даже один раз убить Джейсона. Я уже не говорю там о чем-то более мощном. То, что там победить его или типа того. Есть, конечно, и слабость у этой команды. Если у противника... О, вот это вот интересно будет, чуваки. Вот это вот будет интересно. Во-первых, у них будет сейчас по полторы шкалы силы у каждого. То есть, Джейсон, скорее всего, как минимум один раз отвалится. Потому что это алмазы. И заодно проверим, как будет работать эта штука. Так вот, о чем я говорил. О слабости этой команды. Слабость к таланту метка смерти. То есть, если противник наложит на нас талант метку смерти, соответственно, мы умрем сразу же. Да, и нам придется тащить за двух других. Но будем надеяться, что противников не вкачана метка смерти. Либо она не будет работать в нужных ситуациях. Либо же, если мы увидим, что она сработала, будем переключаться на других персонажей. Пока метка смерти не пропадет. Ни хрена себе, тут чувак с рентгеном, короче, в начале матча. Странно, что он его не использует. Я, видимо, ему не даю просто такой возможности. А может мне удастся вообще его убить, так что он не сможет использовать рентген. Не, нифига. Но сейчас он 100% использует... Не, смотрите, он не стал использовать рентген. Интересно. Эх, добил все-таки, зараза такая. Так, нет, второй спецприем мы пока не используем. Да че ж ты спамишь-то, а? Давайте используем теперь второй спецприем, хотя бы урона вольем по противнику. Еще одно... Еще одно восстановление. Нормально. Опа, шоу рентген, это хорошо, кстати, на самом деле, потому что у нас мало здоровья, и мы сейчас воскреснем. Получим очко силы и сможем контратаковать сразу противника и активировать себе еще раз лечение. Убивает нас еще раз Рейден. Мы еще раз встаем, вы посмотрите на эту дичь. Противник просто в шоке. Если бы это была полностью онлайн-игра, то он бы точно был в шоке от этих бесконечных воскрешений Джейсона. Ну вот смотрите, как работает снаряга и как работает Куан-Чи. То есть мы с вами воскресли три раза, мы перетанковали рентген противника, блин. Почему ни разу не сработал ни костяной щит, ни учение шинок, а ведь столько шансов было для этого. Ну ладно. Благо мне повезло, у противников тоже ничего из этого не сработало, возможно у него просто не вкачаны таланты на это. Но Джейсон долго держался, видели? Он станковал второй спецприем Рейдена, первый спецприем Рейдена, второй спецприем Люкана, рентгена Скорпиона Порождение Ада. Это... Это жесть. Он просто принял все это на себя и затащил. Так, двигаем дальше. Против нас Джонни Кейдж Комбат Кап, Меллина Классика и Соня Блэйд Комбат Кап. Ну поехали. К сожалению, на Джонни Кейджа у нас стоит Молот Гнева. Но, с другой стороны, у них нету Кесси Кейджа спецагента. А это значит, что у Джонни Кейджа, скорее всего, нету пробоя блока. Либо на нем стоит сосуд крови Скарлетт. Потому что других пробоев блока, если Молот Гнева стоит, на противниках нету. А если нету Кесси в отряде, то, соответственно, пробоя блока не будет на противниках вообще. Но мы все равно начнем агрессивно. То есть, начнем первыми атаковать Джонни Кейджа. Сделаем два комбо. Затем заблокируем его первый спецприем. У нас иммунитет к истощению силы сработал благодаря маске родной. Это круто. И используем второй спецприем, чтобы отхилиться и, соответственно, задамажить бедного Джонни Кейджа. Нам, скорее всего, сменит Соня Блейд персонажа. Но это будет потом, пока давайте издеваться над Мелиной. Ну, пытаться, по крайней мере. Так. Она нам не наносит урона, потому что все, что она наносит, у нас сразу же отхиливается нам. Это, опять же, не страшно. Блин, Соня Блейд слишком рано вышла. Ну, ладно. Пытаемся сейчас забить Соню Блейд за Шинока. У нас активизировался щит. За счет чего урон от спецприема Сони порезанный. Это хорошо. Давайте используем второй спецприем Шинока, чтобы попытаться вынести Соню. Переключаемся сразу на Куанчи, чтобы заблокировать спецприем... Ой, да, правильно. Заблокировать спецприемы нашей Мелине. И пытаемся добить Мелину через первый спецприем. Если не сработает сейчас никакого щита, она умрет. Ну, все, изи-бризи. Вот, собственно, еще одна победа Джейсона. Он у нас большую часть урона внес в команде. Ну, а мы отправляемся на финального босса за эту команду. Это, собственно, предательный отстанье. Очень неприятно, конечно. Тремор Афтершок тоже очень неприятно. И Черный Дракон Кано. Но, по сути, у нас у Джейсона самая низкая атака. Будем надеяться, что Афтершок Тремор будет вызывать именно его. А не минимального по здоровью персонажа. Команда у противника, конечно, очень неприятная. Но я надеюсь, мы с ней справимся. Главное, не давать применять спецприемы Тане. Потому что она может сломать снарягу нашему Джейсону. И, соответственно, он не будет воскрешаться, если это будет та снаряга, которая дает воскрешение. Плюс она может сломать пробой блока. Она может сломать маску. А все эти штуки нам очень важны. Они все очень сильно усиляют нашего Джейсона. Дают ему тонковатость, скажем так, в этом плане. О, пробил блок. Замечательно. Давайте попытаемся забить нашу Таню. Может быть, урона хватит. Отлично. Урона хватило, но у нее сработала гребаная фигня. Она ломает там какое-то снаряжение. Отчего и боялся. Скорее всего, она сломала нам пробой блока, учитывая, что у нас не работает сейчас пробой блока. Но хотя бы не маска, уже неплохо. Без пробой блока еще как-то можно драться. Поэтому давайте используем второй спецприем. У нас критов, конечно, сейчас не будет, но... Да что ж ему так везет-то на... Всякие штуки. Добиваем первого противника. Ломает нам второе снаряжение. Надеюсь, это была маска. Добиваем Таню. И смотрим, что будет делать Кану. Кану использует второй спецприем. Мы еще раз откил на себя вешаем. У нас так или иначе есть родное воскрешение на Джейсоне, плюс воскрешение от Куанчи, поэтому... Ну, конечно, конечно. Сейчас еще и глушит меня. Чертов Кану. Так, все, наконец-то. Да блин, да ты задрал, ну серьезно, братан? У нас воскрешение первое... Так, все, задолбал, иди давай гуляй. Щит не сработал, и мы победили. Кстати, откуда криты? А, шинок же дает 20% криту, это не снаряга. То есть криты у нас еще и от шинока идут. Поэтому даже если нам сломали блокбрейкер с критами, мы можем использовать... ...криты от шинока. Отлично. Ну и последний перст, на котором мы будем сегодня обозревать, это у нас Тремор Афтершокс. У него самая жирная команда, поэтому мы в основном будем драться против алмазок. Так что выбираем Тремора. Подтвердить. И, собственно, вот такая вот команда для Тремора. Это Сайрекс Триборг, Афтершок Тремор и Дыхание Дракона Борайча. И так как Тремор у нас Мастер Единобор, здесь вариация, на самом деле, его команда достаточно большая. То есть это не преисподний, не старший бог. Пул персонажа не так сильно ограничен, поэтому можем поставить вместо, к примеру, Борайча, Кунлао Фокус со шляпой. Можно поставить Скорпиона Ниндзюцу. Можно поставить этого, как он называется, я уже забыл. Ням-ням-ням-ням. Как? Блин, я забываю все. Можно поставить Скорпиона Порождение. А, да, то есть вариаций очень много, на самом деле. Давайте я покажу вам его пассивочку, его спецприемы и, собственно, какая снаряга на нем поставлена. Каждый раз, когда Тремор Афтершок вступает в бой, против него выходит слабейший из противников и оглушается. Мастера Единоборства в отряде имеют шанс на неблокируемые атаки в бою с противниками и с преисподней. Поэтому наш Сайрокс и наш Барайча будут иметь против преисподней шанс на блокбрейкер. Первый спецприем ничего не делает, второй спецприем ничего не делает, но у него вторая часть спецприема, у второго неблокируемая, то есть является таким полузахватом или что-то в этом духе. И третий спецприемка стоит на Тремора Щит. По снаряжению. Револьверы десятого слияния, соответственно, как я и говорил уже, криты с 25%, 45% превращение основных и так в неблокируемые маски элементарной земли. 30% сопротивления всем отрицательным эффектам. 20% вероятности переноса, 50% очков урона в здоровье при выполнении спецприема. Один, небольшой отхил. И 20% бонуса к заряду силы. Ну и штык для увеличения критов на 20% и увеличение урона от критов на 40%. Эта сборка на вообще жуткие криты и на усиление этих критов за счет двух других персонажей. Давайте я покажу вам почему. Собственно, Барайча. Плюс 25% шанс критического удара всех мастеров единоборства отряде. И Сайрокс. Плюс 50% урон всех персонажей в вашем отряде. Критический урон, я имею ввиду, конечно же. Можно было поставить еще фокус со шляпой вместо Барайча. И тогда было бы плюс 100% критическому урону от критических ударов. Но было бы меньше критов. Поэтому я решил выбрать такую вот сборочку. Да и на самом деле сам по себе кунлау фокус со шляпой достаточно тоненький. Если тремор как-то сдохнет, то он не сможет, как сказать, постоять за себя. В общем-то выбираем на первом слоте Сайрокса. У него стоит источник жизни Блейза. Опять же для этой штуки. И вот против этой команды источник жизни Блейза будет на самом деле очень неплох. Я смогу истощить кунлау. Хотя и кунлау здесь достаточно низкого слияния. Но перестраховаться, как говорится, не мешает. Щиты мне на нем не нужны. Тем более, когда тремора мы сейчас выпустим в бой, он скорее всего оглушит именно кунлау, а не кого-то другого. А потом мы сменимся, короче, когда выйдет этот, как его называется, когда мы разберемся с Люканом и с кунлау, мы будем меняться обратно. И, соответственно, оглушать Джейд и пытаться ее добить вторым спецприемом, пока она оглушена. Так, выходим, короче, сейчас за тремора, во-первых. Оглушаем кунлау. Пытаемся как можно больше урона внести по нему. Криты у нас дико бьют бедного кунлау. Он уже отваливается. Вот и все, можно сказать. Меняемся теперь на другого перса. Не используем добивающие комбо-удары против Джейд, просто пытаемся ее выйдеть, пока у нас перезаряжается смена персонажей. Выводим тремора снова. Оглушаем Джейд. Ой, блин, нифига себе, у нее успело оглушение спасть, что ли? Неприятная, конечно, тема. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут у нас с вами рентген атака. О, ничего себе. А как я попал в него через блок? Ну, видимо, как-то попал. Так, выводим тремора снова. Используем первый спецприем. Теперь она точно не сможет оглушиться, так сказать, увернуться. И добиваем Джейд через первый спецприем. Видели эти криты? То есть, казалось бы, первый спецприем не особо дамажный. Там 75 тысяч урона чисто прилетело от первого спецприема. Нормальная такая тема. Хотелось бы еще и посмотреть урон от второго спецприема. Поэтому давайте восстановим энергию нашему Сайроксу и пойдем дальше. Скорпион МК-11, Комбат Кап Джонни Кейдж, Инжастис 2 Рейден. Скорее всего, выведет он либо Скорпиона оглушит, либо Инжастис 2 Рейдена. Мне кажется, все-таки Рейдена, потому что у него меньше здоровья, чем у Скорпиона. И мне кажется... Хотя, с другой стороны, может быть, Тремор оглушает именно того, у кого меньше атаки. Но мы сейчас это узнаем, кстати, с вами. Потому что если все-таки он оглушает персонажа с минимальной атакой, то он оглушит именно Скорпиона, а не Рейдена. Но если он оглушает все-таки слабейшего по здоровью, тогда выйдет Рейден. Посмотрим, в общем, как это будет работать. Хотя, с другой стороны, может быть, еще на ком-то стоит снаряжение, которое дает бонус к здоровью. Опять же. И мы просто не узнаем, правильный вариант ответа. То есть, кого именно оглушает Рейден. Если у кого-то из персонажей стоит какая-нибудь снаряга, которая не показывает физически увеличение здоровья, но при этом дает его пассивно. Так, выбираем сразу Тремора сходу. Да, оглушается, видимо, самый маленький... Меньший персонаж по атаке, именно не по здоровью. Пытаемся добить Скорпиона через чисто базовые атаки. И у нас это более чем получается. Давайте мы отхилиться. Попытаемся через первый спецприем Тремора. О, фулл хилл. Нифига себе, 32к просто от хила. Ой, надо было блокировать, что-то я протупил. Блин, у него еще талант этот мерзкий стоит на ослеплении от первого спецприема. Блин, вот я сейчас не мог добить Джонни Кейджа из-за гребанного таланта. Серьезно. Оглушаем его. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как мы попались-то с вами. Ну и давайте используем пробой блока через второй спецприем. Урона у нас более чем достаточно, чтобы вынести противника. Блин, я не могу меняться, потому что пассивка Джонни Кейджа оглушает футбольным мячом. Мне повезло, что у Тремора сработало сопротивление отрицательному эффекту оглушения 30%. Это тоже неплохо. Так, ну мы идем с вами на следующий бой. Пока что идет нормально, то есть особо даже, как сказать это, особо мы не страдаем от противников. Здесь мы видим, короче, самой слабой у нас Томилина, потому что она девятого слияния. Но у нее и атаки меньше всего, и здоровья, поэтому здесь мы не сможем предугадать. Точнее, здесь точно выйдет Мелина при выборе Тремора. И здесь как бы нельзя проверить, оглушится тот, у кого меньше атаки, или тот, у кого меньше здоровья. Но, судя по Скорпиону, вроде бы оглушается тот, получается, у кого меньше атаки, а не здоровья. Потому что у Скорпиона было чуть-чуть побольше здоровья, чем у Рейдена Инжастис, но при этом оглушился именно Скорпион, то есть именно тот персонаж, у которого было меньше атаки. Так, давайте мы выведем сразу же Тремора. Мелинка сюда. Пытаемся провести как можно больше, как, господи, сколько урона, это жопа. Просто посмотрите на этот дамаг. Так, давайте постараемся добить Мелину. Даже через блок у нас будет достаточно много урона. Отлично. Ой-ой-ой, больно, так как еще и заморозка дурацкая. Блин, не сработал пробой блока. От Сайрекса это минус. Так, мы здесь можем и проиграть, на самом деле, если особенно сейчас будет Саб-Зеро Триборг использовать спецприемы. Но пока что он не планирует этого делать, поэтому можем пользоваться и пытаться внести урон за Сайрекса. Так, нормально. Пусть истощает меня. Давай еще раз. Нифига себе, у него пробой блока спецприемов стоит. Серьезно. А больше он не хочет использовать спецприем. Давайте попробуем его оглушить. Блин, я надеюсь, что он сейчас не использует второй спецприем. Или первый на истощение. И мы сможем провести с вами вот такой вот спецприем. Нифига себе, просто последнего удара 111 тысяч урона. От критов. Это жопа. Ну, как-то так. Собственно, еще одна уверенная победка. А мы двигаемся с вами дальше. Вообще прикольный персонаж Тремор. У него очень необычная и очень интересная механика. И за него играть одно удовольствие. Десятый уровень о слиянии алмазы. Но это понятно, потому что, видите, у нас все три перса. Они обладают колоссальным количеством атаки. По 65 тысяч и выше. Плюс здоровье у них тоже достаточно выкручено. Несмотря на то, что ни на одном из них не стоит снаряжение, которое дает бонус к здоровью. Они все равно имеют вот такие высокие показатели здоровья для золотых персонажей. Но на то они и персонажи испытаний. Одни из самых сильных персонажей испытаний. Но не самые сильные. Конечно, у кого-нибудь там Ханзо, Джеки Брикс костюм. Ханзо Хазаши, имею ввиду, Скорпиона. Какой-нибудь там Мелины классической. Да и пронизывающей, наверное, будет статов побольше. Чем у этих персов. Но... По атаке. У Мелины пронизывающей. Но именно у этих персов все равно очень даже неплохие статуи. За счет чего выходят более такие, знаете, серьезные противники против нас. Мы будем пользоваться, собственно, пассивкой Тремора, чтобы оглушать противников. Я что-то не посмотрел статистики у противников. Ай-яй-яй. Ослепление, оглушение, яд. Господи, сколько негативных эффектов он на меня навесил. Чуть не убил моего Тремора. Пришлось смениться, чтобы не добили его. Господи, урона, конечно, до жопы. Но у противника, конечно же, срабатывает бессмертие. Почему бы нет? Сейчас он снова оглушение на меня наложит. Ладно, хотя бы не наложил. Так, добиваем, собственно, Каныча. Фух, слава богу, не успел рептилия использовать второй спецприем. А вот мы с вами наоборот. Давай, Крит! Не получилось, бывает. Закидываем первый спецприем от Сайрекса, чтобы отлично самому себе снести здоровье. Именно это я имел в виду. Конечно, не срабатывает у нас бессмертие, к сожалению. Но, видимо, против Саб-Зеру придется драться у нас Барайча. Мы можем здесь проиграть, на самом деле. Здесь очень серьезная команда из алмазок. Ну, конечно же, пробой блока. Как же без этого? Еще и куча всяких негативных эффектов срабатывает, что тоже неприятно. Но мы победили. Повезло, что у третьего, хотя персонажа, не сработало никакого щита. Но удивительно, кстати, что у меня на Сайрексе при такой долгой комбинации от противника спецприемом не сработало костяной щи... Ой, учение шинока. Хотя на мне метки смерти не было. То есть он не сработал, просто не сработал. Собственно, следующий противник МК-1 с Рейден. Темный Рейден и держимый Кенша. Странная команда, конечно. Поехали. Я думаю, с ней мы справимся без особых проблем. Хотя Рейден может доставить некоторые трудности. У него выкручены, как мы видим, статы на атаку и на здоровье. Но я думаю, что мы все-таки с вами справимся. Это у нас, так сказать, файнал босс с двумя Рейденами. Но Рейден МК-11 у нас немножко повременит. Мы сначала с вами убьем более слабых противников. Потом уже будем разбираться с более сильными, когда у нас будут и спецприемы на персах. И, собственно, не будет никто мешаться нам в этом плане. Так, используем комбинацию против Кенша и держимого. Мы, кстати, контрим его пассивку оглушением от Тремора. Блин, у него что-то не срабатывает в нем пробивание блока. Сдонный он мне сразу же метку смерти наложил. Понимаю. С первого же раза. Давайте используем второй спецприем. Потому что у нас вторая часть его неблокируемая, как я говорил. Выводим с вами Сайрекса. Пытаемся влить урон по Темному Рейдену. Да, мы его добиваем. Бешеные криты. Но срабатывает, конечно, щит дурацкий. Пробой блока у противника есть. Он еще и хилится, офигеть. Оглушаем Рейдена. А, ну да, у него же... Это же НК-1 с Рейденом. У него сопротивление к оглушению есть. Будем не давать ему использовать второй спецприем по возможности. Он все-таки его использовал, да? Охренеть урона, конечно, у тебя, братан. Ладно, добиваем его за другого перса. Не ожидал я, что столько урона от него пройдет. Но у него были выкручены статы на атаку и на здоровье. Оно и понятно. Надо было подставить, скорее всего, либо Барайча, либо Сайрекса в блоке. Либо самому блок поставить на Тремори, чтобы меня не ваншотнул Рейден. Но это уже такая мелочь из жизни, так скажем. В общем-то, вот как-то так. Собственно, был обзорчик на ряд персонажей. Везде мы затащили по пять каток, что на самом деле неплохо. Я не ожидал, что у меня получится сделать на Рейдене Боги Грома. На двух других командах я был более-менее уверен за счет вот этого бесконечного воскрешения Джейсона Бурхиза. Но мне больше всего, конечно, команда с Джейсоном понравилась. Потому что, ну, это бесконечное воскрешение. Это какая-то особая механика. С Тремором-то понятно. Просто персы, которые усиляют криты, все дела. С богом Грома Рейдена, типа, старший бог Кенши, который дает сопротивление критам Рейдену, бла-бла-бла. А вот именно с Джейсоном, именно вот эта механика на нескольких воскрешениях, это было прям офигенно. Мне прям нравится вот эта снаряга из башни Кошмаров. Это прям топовая штука. В общем-то, на этом тогда я буду пока заканчивать. А вам получается огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще обязательно увидимся. На этом пока что все. Пока-пока.